900 плюс серебра я получил потому что у меня стояли на флориде все экономические сигналы которые дают очень много фарма плюс несмотря на то что формально мы ничего не сделали мы сбили 30 самолетов это уже очень большой коэффициент к фарму практически уничтожены один фуловый корабль плюс у нас есть два фрага за которые тоже идет надбавка и как-никак у нас есть 59 тысяч урона и что-то мы там защитили или захватили защитили по моему или не было такого там ну в общем короче что там еще был по ленточкам поэтому с точки зрения эффективности фарм нам светил с точки зрения просто напросто интересной реализации нам ничего не светил то что мы не дамажили песок это и листый плестоцид я думал песок это это ебаные кремний там силикат не силикат как-то это называется по-умному я не помню я не геолог я уж даже не помню различия в типах почв хотя это ко мне имеет какое-то отношение а ты тут мне про песок лечь я вон вагая на одни на один снаряд только попадает и мне про песок рассказываешь что ты будешь делать подкручивают и откручивать в разные стороны хрен его знает не ну кто-то конечно верит там до усрачки в подкрутки это их дело я сторонник того что блять в рандомной игре дождаться стабильности это блять интересная процедурка конечно попали в дрейка ляпнет в дрейка дрейк вот куда она поплыло блять я в дрейка не пробил не а вот реально но вот ты когда на них смотришь вот какой замысел был у этого крейсера давайте просто поймем некоторые элементы примитивной математики идет под свет мы видим что в эту сторону смещается около пяти красных кораблей непростая та же самая математика позволяла нам определить что у нас здесь то же самое количество кораблей значит мы находимся в паритете сил соответственно атаковать мы не можем потому что у противников уловые корабли и мы они не раздамажены мы не имеем над ними преимущество плюс в обороне в такой ситуации проще выстоять значит нужно пытаться навязывать дальний бой и перестреливаться с целью заделать то самое преимущество над кораблями противник и здесь появляется некий рун который ебал я вроде тактика либо либо я сука стопаря прокинул чтобы ебальники бить всем на пошел слился но то есть вот чё он там хотел сделать пострелять выжить посветить тонкануть что что он там хотел сделать здесь сугубо должен быть сейчас дальнобойный маневренный хайлевельный бой чтобы одна команда заделала преимущество над другой и наш крейсер просто берет и дает им охуительное изначально преимущество потому что идет и сливается блять заебись заебись все почему потому что они вебенные а а почему не в ебенные потому что осуждаемые вот почему эльзасовская или чего это было но у эльзаса там хорошо там горит нормально так и бряха муха шлиф он на той стороне чет кого-то убивает это хорошо это даже одобрительно кидаемся сюда проспамом а вось что-нибудь и наплывет все-таки сюда много пацанов смещается красных а ты чё фугас зарядил пишь мать твою линкор все сдался предал братство линкароводов молодец удачно предал поджигаешь даже о я тоже поджигаю 11 никто тебе не поможет брать к ты должен был изначально сам контролировать подходы к тебе под остров а то теперь помогите помогите меня с двух сторон насилуют а нахуй ты там стоял все это время мог уже давным-давно уплыть но не захотел то есть по гайду подошел встал под остров и стоишь чего ждешь было видно что туда такого подходит можно было оттуда успеть съебаться я считаю он не стал он стоял до талава при этом я так думаю так а у его даже не гапом высветил а тупо регеном то что он на два километра к нему стоял тупо регеном он его высветил и все ах бляха муха чё с ними делать шлифт в ту сторону тоже не шибко то занимает плюс у нас и так уже кораблей меньше нужны пожара на ага и и когда они стали нужны я так смотрю потихонечку как у меня снаряды разлетаются и понимаю что наверное пожаров на ага это не будет эти линкоры дали ну вот она она все неправильно реально линкоры должны быть ближе линкоры нихера не ближе крейсера должны быть недалеко а чуточку за линкорами и это была бы правильная формация которая позволяла бы нормально перестреливать сейчас отсветимся от помирания отвернем отсветились блять ай дурак блять отсветились же все таки все таки отсветились зря стрельнули но в принципе нас не пробили поэтому похер но стрельнули мы там определенно зря ну чё он догорит догорел догорел поджигателя получили надо сделать вот так вот она сейчас довольно сильно трепанула все потому что блять изюм грёбаный вот за нами находится не изюм танкует мы танкуем изюм сука ссыться я блять час в саке изюма вплывать буду я просто чувствую пованивает блять думаю чё не так чё не так а потом смотрю изюм перед нами блять плывет все сука с саками затмил уже море вон блять с оттенком противным как так можно ну вот так вот и можно чё аркан блин у нас вообще эсминца нету да но там только один по таргету пошел только один только один только один только один только один только один я так понимаю изюм хуярит фугасами Ты многое объясняет. Огайо через корректировщик, что ли, стреляет? Или на Огайо стоит дальность стрельбы? Интересно. Ну опять мы танкуем. Опять танкуем мы. Не то, чтобы меня это пугало, просто меня выбешивают линкоры, которые страдают хуйней за мной. Очень сильно выбешивают. Стихийку нажгли. Что-то террарион в этот раз на пожары хорошо идет. Хорошечно, хорошечно. Очень даже ничего. Упс, аркан под залп. Ну 13 километров все равно далековато. Далековато, далековато. В нос я не попаду. Ну блять, что этого аркана убивает нормально. Этот не загорелся. Нужен пожар. Прям вот сейчас на померань. Чтоб она светилась, блять. Ну ясен хер пожаров не дают. Такау, по идее, убьют. И там торпеда чья-то доходит до помирания. Не дошла, блин! Оооо! Наполевская торпеда... И моя не дошла, блин! Да твою ж мать! Сейчас еще давайте шлифана потеряем, блин. Ну тут я думаю он справится. Какое напряжение! Непонятно! Непонятно кто кого! Я могу понять одно, блять, что он цикло. Вот это я понимаю четко. А вот кто победит в этом бою, лично мне еще не ясно. Потому что без шуток это пиздец. Изюм просто вообще съебался. Ну шлиф он че минус? Не, мы сливаем. Сливаем, потому что у нас не хватает, блядь, линкоров. Изюма не хватает в адекватных руках, блядь. Ну шлиф он вроде пока живой даже. 5700. Понадеялся, вдруг ББшки дадут урона побольше. Не, нихера. Нихерашки, нихерашки получаются. И опять вот все, мы снова танкуем. Вот в одно и то же упарываемся сегодня. В этом бою, по крайней мере, уж точно. Нам нельзя гореть. Пожарная тревога. Неполадки устранены. Линкор врага потоплен. Дрейк, блядь, выхилился. Просто жесть. Короче, если, блядь, дебилный изюмелья не решит играть в линкор, все очень плохо. Шторпедами мы не попадаем. Нам надо точку занять. Четыре в четыре, блядь. Четыре в четыре, 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 четыре. Четырю напали тоже труб. Не, нихуя не хватит. Линкора нету. мне самому бы это барахло от стресса что уж одной кошке-то ни хера нам не хватит выживаемости просто все вот это вот расстрелять и попереубивать сейчас понадеемся что может быть дрейк снесем но дальше я хз норку эту убьют изюм ссыкло изюм тут на первых рядах уже давно должен был вернуться в мир прекрасного и где дрейк он вон вообще куда учипиздошил мы сейчас сами не стреляем это плохо но норка стоит по крайней мере сейчас изюм может выйдет полетел по таргету и залетела вопроса на миллион продамажилась а изюм все фугасики долбит господи боже мой линкор недоразвитый блин мастер ближнего боя опять на крейсере дальнего боя да что ты будешь делать блин ох ёпара сыты я не успею стрельнуть я за остров все равно уйду да ну и изюм этот он бортом херачит соответственно ничего он там не сделает он херачит бортом блять его агайо будет убивать а у дрейка есть торпеды ну блять я говорю все проблемы этого бойца это сугубо в изюме потому что у него нет ни хера ума и если бы он и танковал бы нормально и проходил бы вперед все было бы охеретительно но там вообще полная ваху у чувака он просто под два линкора бортом сейчас выйдет и сдохнет и все как бы мы че не обходили что бы мы блять не делали стихийки сдерживали не сдерживали просто недостаточно блять союзных линкоров упс а может быть сейчас сами сдохнем нормально я думал он нас убьет если честно а такой исход меня устраивает я вообще не обратил внимания что он на нас смотрит для меня агайо более существенная проблемка на самом то деле 47 секунд блять и это говно умирает и мы остаемся без разведки блять ну вот понимаете 36 секунд осталось я говорю если бы у нас был нормальный чел на изюме блять можно было бы их победить вот серьезно можно а так это просто забей он блять покатался сначала за крейсерами блять потом пошел бортом под двумя линкорами крейсер убивать вот такой вот мужик и фугасами полбоя ебашит 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 хороший человек хороший 20 минут жизни моей потратил на то чтобы я смотрел как мы благодаря ему проебываем ну конечно не только благодаря ему там про руны не забываем про охуенного кагера который херню какую-то отморозил блять полный пиздец сколько бы ты не дамажил бесполезно с названием Йосина мастер ПМК а че нет я мастер ближнего боя я все получил что мог получить на крейсере поддержку только не получил ну и потому что в основном цели какие-то фокусили трешак блять просто трешак дргросса вон еще изюмка на фоне их даже подамажил он же там в конце крейсера убил я реально балдею просто линкор который бы остановился бы принял бы на себя фокус позволил бы дольше удерживать вражеские линкоры на фронте да мы бы их дольше выжигали они бы не ушли они бы все сдохли но он же блять за нами катался что нас фокусили соответственно мы не можем блять танковать вместо линкора тем более блять 3-4 корабля и то 2-400 потенциалки крышак хороший бой но блять вот эти вот кто там и блять сцикливые при этом их логика меня добивает то в чем они когда есть возможность действительно изменить ход боя остановить атаку развить свою атаку у них вот это вот там в голове ай ла 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 когда уже у них отпустило когда нужно действительно переходить в акт глубокой обороны что-то дефать играть деликатнее сдержаннее не подставляться у этих начинается ой блять вы все слили пока я стоял позади вас пойду просто прямо и помру как вы уебки ты дебил весь бой ссался что-то в конце решил под двумя линкорами бортом покататься загадки одни лишь загадки понимаете что-то в конце